Смотрите, какой приятный новый район в Минске, с очень малоэтажной застройкой. По качеству, по деталям, по малоэтажности выглядит как какой-нибудь квартал в Швеции или Финляндии. Сделали такие одинаковые наклеечки, pet-friendly. Район называется Новая Бровая, и причем он не суперновый, то есть он выглядит как будто бы ему уже, вернее, еще годик-два, но на самом деле сказали, что уже лет пять точные. И это не премиум, то есть дома здесь вот трех миллионов рублей на русские деньги. И это такой просто эконом, новый для молодых семей квартальчик, смотрите, как круто. Оказывается, можно строить вот такие малоэтажные дома и не делать здесь знаковые убогие человечники, где человекики, да, можно сказать, где негде парковаться. Здесь все вывески одного формата. Вот эта вывеска должна быть ярко-розовая, такой ядреная, здесь она, смотрите, как вписана и все сочетается. Очень круто. Везде такие электрозарядки для автомобилей. И здесь очень много Тесл и всяких азиатских автомобилей, поэтому активно заряжают. Вот такие маленькие домики. Смотрите, какая остановочка чистая, красивая. Все такой краник с картой. Мы находимся минуту в 20, да, от центра. 25 минут от центра. Собачья площадка. Классная. Крутая для собачьих тренировок настоящих, для Эджайла. Офигенная площадка. Смотрите, как круто. Все, я хочу тут жить. А, еще да, вот мы заметили, что все кондеи, у кого они есть, они, как в Европе, спрятаны аккуратно и встроены, опять же, в визуал, в внешний вид домов. Дорожка для пешеходов. Везде для великов. Очень много разных таких вот прицепляясь в парковочек. Очень классно. Финская. Смотрите, как мило. Это не элитный, не какой-то премиальный жилой комплекс. Это обычный эконом-класс. Типа нашего Девяткина, но Девяткина просто не сравнится с этим по благоустройству. У нас квартира в Девяткино, я знаю, о чем я говорю. Большими балконами, такими выступающими, как целая комната. А вот если мы тут взяли бы ипотеку, а не в Девяткино, мы бы вообще не обломались. И, наверное, здесь и жили бы. Спортивный центр и очень большой стадион сзади для занятий. Все на солнечных батареях, кстати, например, те же остановки. Это чудесный квартал с сосновым лесом. Он туда уходит. И вот такая католическая церковь. Очень круто. Я не верю, что я в Минске, конечно. Вообще красота. Могут же. Когда захотят. Продолжение следует...